Здравствуйте, уважаемые коллеги! Одним из положительных решений Второго съезда стало признание равенства двух взглядов на дальнейшее развитие образования детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. Второе – это коррекционное образование специальных образовательных организаций и классных групп при массовых школах и дошкольных учреждениях, а также образование в специальных образовательных школах. И второе направление – это инклюзивное, совместно с нормативно развивающимися детьми. Было констатировано, что процесс развала специального коррекционного образования в стране остановлен. Необходимо сказать, что в период с 2006 по 2015 годы сеть специальных образовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья была сокращена на 2,5 сотни единиц. Так, было 1857 школ и сокращение произошло до 1604 школ. В этом учебном году сеть несколько подросла и в настоящее время составляет 1625 образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы. В последние годы система образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья стала более стройной. Она состоит в настоящее время из следующих звеньев. Это служба ранней диагностики и сопровождения детей, имеющих отклонения в развитии. Вторая ступень – дошкольные образовательные организации комбинированного вида. Образовательные организации, реализующие адаптированные образовательные программы для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Это специальные коррекционные классы для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях. Это обучение в классах общеобразовательных организаций совместно с нормативно развивающимися детьми. И как высшая ступень – это профессиональное образование, среднее специальное профессиональное образование и высшее образование. Такова на сегодняшний день непрерывная система образования, воспитания, коррекции, развития лиц с ограниченными возможностями здоровья. Необходимо отметить положительную роль в развитии современного образования детей с ограниченными возможностями здоровья, принятых федеральных государственных образовательных стандартов. Дошкольного стандарта – приказ Миноборнауки России от 17 октября 2013 года. Начального образования обучающихся СОВЗ. Приказ номер 1598 Министерства образования от 19 декабря 2014 года. И стандарт, обучающийся СОВЗ, интеллектуальными нарушениями, приказ номер 1599, также дата от 19 декабря 2014 года. Да, с принятием, например, стандарта дошкольного образования были практически ликвидированы дошкольные образовательные организации компенсирующего вида. Большинство детей СОВЗ теперь обучаются, посещают инклюзивные группы детских садов, то есть комбинированные виды, детские сады, детские ясли. Ну, наверное, это правильно. Ведь именно в дошкольный период развитие ребёнка во многом зависит от его окружения. Для детей с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, речи. В это время очень важно общение со здоровыми детьми. Общение с ними положительно влияет на развитие речи в первую очередь. А также на другие функции высшей нервной деятельности детей СОВЗ. В то же время нормативно развивающиеся ребята, не имеющие ни физических, ни сенсорных нарушений, они приобретают опыт общения с иными детьми, становятся более терпивыми к другим, учатся помогать им. То есть идёт процесс развития толерантности именно с дошкольного возраста. И должно начинаться инклюзивное образование. Мы долго говорим, когда, в какое время начать инклюзию. В школе это уже поздно. Инклюзивное обучение, совместное обучение должно начинаться в дошкольный период возраста. Исследование, проведённое доктором педагогических наук профессором Натальей Михайловной Назаровой, позволило сделать выводы, что к настоящему времени в отечественном образовательном пространстве накопилось множество ничем не подкреплённых мифологем, относящихся к разным аспектам интегрированного и инклюзивного образования, на основе которых выстраивается определённая образовательная политика и практика на всех уровнях образовательной вертикали. Принимаются соответствующие административно-управленческие решения, вносятся изменения в систему образовательных организаций и в систему подготовки и профессиональной деятельности педагогических кадров. Вот некоторые наиболее стойкие и определяющие зачастую образовательную политику мифы. Так, инклюзивное обучение – это инновационные направления в педагогике. Но что здесь нового? История специальной педагогики свидетельствует о том, что почти 200 лет назад, в первые десятилетия XIX века, в ряде стран Западной Европы проблема совместного обучения не только занимала умы прогрессивных педагогов, но и в целом ряде случаев была с успехом опробирована в условиях тогда еще не имеющей цензы народной школы ряда европейских стран. Следующий миф – это что любой ребенок с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью может учиться в инклюзионном классе. Но давайте посмотрим на практике. А дети со сложной структурой дефекта, воспитанники детских домов-интернатов, системы социальной защиты, которые неподвижны, которые требуют, чтобы педагог к ним пришел, в их учреждения, но никак не в инклюзивный класс. То есть инклюзивное образование – следующий миф – это обеспечение физической доступности образования для ребенка с инвалидностью или с ограниченными возможностями здоровья и гарантия ему получения обычного школьного аттестата полного среднего образования. Но посмотрим на действительность. Мы прекрасно с вами знаем, что дети, имеющие нарушение слуха, в настоящее время обучаются 12 лет и получают за это время только среднее образование, общее, то есть приравненное к 9-летнему. А для того, чтобы получить аттестат зрелости, им необходимо еще 2-3 года. Дополнительное обучение. Значит, здесь мы не имеем того результата, который хотят родители, отдавая глухого ребенка в общую образовательную школу. Следующий миф – это инклюзивное образование дешевле, чем специальное образование. Посмотрим на мировую практику, да и на нашу тоже. На самом деле, это далеко не так. В странах Западной Европы, Соединенных Штатах Америки, Японии инклюзивное образование в полтора-два раза дороже коррекционного образования. Да и мы и сейчас наблюдаем в наших учреждениях. Для того, чтобы обучить одного глухого ребенка, нам необходимо оборудовать несколько кабинетов звукоусиливающей аппаратуры. Для того, чтобы обучить одного незрячего ребенка в школе, ему необходимо приобрести Брайлевский комплекс, стоимость которого от 250 до 600 тысяч рублей. То есть это непомерно большие затраты для школы. А в России на сегодня инклюзивное образование направлено прежде всего не на обеспечение права ребенка с ОВЗ, на получение качественного и конкурентоспособного образования для них. Наше инклюзивное образование направлено на экономию средств за счет этой категории населения при декларировании официальными структурами главной, с их точки зрения ценности, доступности образования для инвалидов. Да, у нас сегодня делается много для того, чтобы создать доступное образование. У нас в ряде общеобразовательных учреждений сделаны пандусы, рельефные плиты для незрячих установлены, выделены яркими цветами первые и последние ступеньки для слабовидящих детей. Сделаны продублированные все надписи шрифтом Брааля для незрячих. На сегодняшний момент 20% общеобразовательных учреждений наших готовы к принятию ребенка. Но не пандус определяет образовательные достижения детей, а педагог. Следующий миф – это успешность ребенка в инклюзивном обучении зависит только от школы. Но это же не так. Мы знаем, чтобы ребенок учился вместе с нормальными детьми, с нормативно развивающимися, как мы теперь говорим, необходимо постоянное внимание за обучением своего чада со стороны семьи. Без этого ничего не получится. Такой миф, как значимость дистанционного обучения при инклюзии. Но можно сказать, что это наоборот не инклюзивное обучение. При данной форме обучения обучающийся, как правило, находится дома и огражден от мира стенами квартиры. У ребенка нет живого общения со сверстниками, с другими людьми. То есть нет развития коммуникативных отношений. О какой социализации в обществе в этом случае может идти речь? Ребенок не учится этому. А работа только с компьютером не дает возможности всестороннего развития ребенка. Такой миф, как придание курсам повышения квалификации для педагога, работающего в инклюзивном классе, что достаточно пройти курсы повышения квалификации. Ну, давайте говорить так, что за 72 часа, а больше сегодня курсов нет, бывает и по 36 часов, можно ли дать педагогу расширенные знания о технологиях обучения глухого или слепого ребенка, о его психологии, в конце концов. Почему-то педагоги, получившие высшее дефектологическое образование, ну, например, по специальности олигофрена-педагогика, не берутся обучать глухого ребенка, не ставят ему речь, не развивают остаточный слух, потому что они не знают приема, а они не знают азбуки Брайля, для того, чтобы обучать слепого ребенка, то есть, а они обучаются 4 года, 4, а теперь и более, а мы хотим все это дать за короткий период курсов повышения квалификации, потом требовать от учителя возможности, но у него же в классе сидит, наряду с 20-25-ю нормально развивающимися детьми, еще один глухой, другой слепой, а третий с расстройствами аутистического спектра. Возможно ли это? Ну и последний миф, он особенно звучит из уст представителей общественных организаций, организаций родителей детей с ограниченными возможностями здоровья. Они считают, что специальная коррекционная школа – это сегрегация их детей, что специальные коррекционные школы и дошкольные специальные образовательные организации – это устаревшая и ненужная форма организации обучения детей с инвалидностью и ОВЗ. А давайте посмотрим, а кто будет учить детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития, а как выполнять положение Конституции Российской Федерации, а право всех граждан страны на образование, независимо от их состояния физического и умственного развития. В решении задач формирования доступной образовательной среды одной из главных проблем является источник ресурса. Как правильно обеспечить физическую доступность образовательных организаций для детей с ОВЗ той или иной нозологией? Как создать для них специальные образовательные условия в классе? Где найти опытных педагогов и дефектологов? Как вести коррекционную работу? И кто сможет делать это профессионально? Как сделать родителей детей с проблемами в развитии активными участниками образовательного процесса? Как научить их компетентно помогать учителю? Эти и многие другие вопросы возникают неизбежно в современной системе образования при реализации инклюзивного и интегрированного образования. Образовательной организацией способны стать таким источником ресурсов по праву является специальная коррекционная школа. Уже более 20 лет директор Института коррекционной педагогики, академик, вице-президент Российской академии образования Николай Николаевич Малафеев говорит, что только специальная коррекционная школа может стать ресурсным центром для продвижения идеи инклюзии в общеобразовательном пространстве. Многолетний уникальный педагогический опыт обучения и воспитания детей разных категорий с особыми образовательными потребностями, методическая, дидактическая, технологическая оснащенность, золотой кадровый состав, все это не должно быть потеряно при очередном объединении, оптимизации под лозунгом развития инклюзивных процессов. Эта уникальная подсистема, отечественная система образования, способна сама выйти на качественно новый уровень своего развития и дать мощный инновационный импульс развития системе массового образования. Федеральный закон об образовании номер 273 от 29 декабря 2019 предусматривает ряд возможностей для такого развития. Не случайно Министерство образования и науки Российской Федерации за последние два года сделало решительные шаги по поддержанию специального образования в виде нормативно-правовых актов, в виде создания федеральных ресурсных центров обучения детей с различными нозологиями. Так, 5 апреля 2016 года на базе Московского государственного психолого-педагогического университета был открыт Федеральный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра. Год назад, в апреле 2017 года, на базе Центра лечебной педагогики города Пскова и Псковского государственного университета был создан Федеральный ресурсный центр по развитию системы комплексного сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями, тяжелыми и множественными нарушениями развития. На прошедшем на прошлой неделе Московском международном салоне образования 18-19 апреля была презентация сразу двух федеральных ресурсных центров. Первый по работе с лицами, имеющими нарушение опорно-двигательного аппарата. Он создан на базе Московского государственного гуманитарно-экономического университета и 31-й специальной коррекционной школы города Москвы для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. А второй центр был создан для детей с нарушениями зрения. И основой этого центра является кафедра тифлопедагогики Российского государственного педагогического университета имени Герцена, а также школа-интернат для детей с нарушениями зрения имени ГРОТа, города Санкт-Петербурга. В ближайшее время министерством планируется создание федеральных центров по обучению детей с нарушениями слуха и тяжелыми нарушениями речи. Задача федеральных ресурсных центров аккумулировать лучшие технологии обучения, воспитания и коррекции того или иного нарушения развития из опыта подобных образовательных организаций России и других стран, стать экспериментальной базой по их внедрению, а далее по распространению этого опыта на всю территорию Российской Федерации путем проведения стажировок и курсов повышения квалификации. Но, если говорить о нынешнем состоянии специального коррекционного образования в России, в целом, по данным Министерства образования и науки Российской Федерации, в этом учебном году в нашей стране в образовательных организациях обучается свыше 505 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья. Из них в 1625 специальных коррекционных образовательных организациях обучаются свыше 213 тысяч детей. В коррекционных классах при общеобразовательных организациях обучается почти 114 тысяч ребят. В общеобразовательных классах в условиях инклюзии в настоящее время более 171 тысячи детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 145 тысяч детей, имеющих статус инвалида. В школах санаторного типа в настоящее время лечатся и продолжают обучение 1,7 тысячи детей. Но есть еще одна структура. Это центры психолого-педагогической и медико-социальной помощи. В них в настоящее время проходят реабилитацию, обучение, воспитание. 1,9 тысячи детей. Говоря о дальнейшей перспективе развития образования детей с ВОЗ, независимо от формы их обучения в инклюзии или в специальной школе, следует подчеркнуть особую значимость для их социализации в обществе. Профессиональная ориентация, профессиональной подготовки. В своей работе по данному направлению педагогические коллективы образовательных организаций должны руководствовать распоряжением правительства Российской Федерации от 16 июля 2016 года, номер 1507-Р, об утверждении плана мероприятий по реализации в субъектах Российской Федерации программ сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве на 2016-2020 годы и использовать в своей работе методические рекомендации, выполненные по заданной Минобранауке России рядом образовательных организаций, в частности это Московский педагогический государственный университет, Московский городской педауниверситет, Российский государственный социальный университет и наш институт, Федеральный институт развития и образования. На втором Всероссийском съезде дефектологов одним из вопросов для обсуждения был вопрос создания Всероссийского союза специалистов, работающих с детьми-инвалидами и детьми с ограниченным возможностями здоровья. В резолюции съезда записано, что завершить оформление союза необходимо до 2020 года. Зачем нужен союз? Какие его задачи? В период гласности и плюрализма мнений возрастает роль общественных организаций, которые могут вносить свои предложения в вышестоящие организации, органы законодательно-исполнительной власти по совершенствованию процесса обучения, воспитания и коррекции развития детей с особыми образовательными потребностями. Они же и могут контролировать их выполнение, организовывать и проводить мероприятия как для детей, но такие как спортивные соревнования, конкурсы художественной самодеятельности, технического творчества, конкурсы лучшей по профессии. Также они могут помочь и учителям в организации конкурсов на звание лучшего учителя, лучшего психолога, лучшего воспитателя, как дошкольного, так и школьного. Примером деятельности общественной организации здесь может служить ассоциация специалистов по работе с детьми с ограниченным возможностями здоровья Московской области, созданной в 2015 году. Среди их инициатив есть и такая, как проводимая совместно с факультетом специального образования и психологии Московского государственного областного университета онлайн-олимпиада для старшеклассников общеобразовательной школы по вопросам коррекционной педагогики. Победитель данной олимпиады имеет право при поступлении на факультет определенных преимуществ. Это является, олимпиада является одной из форм проведения профессиональной ориентации на профессию учителя, учителя-дефектолога. По каким путям должно идти обучение детей инвалидов и детей СВЗ? Думаю, что это может стать одним из направлений в деятельности, создаваемом в Союзе дефектологов. И я считаю, что педагоги Томской области, работающие с данной категорией детей, также должны задуматься о создании такого объединения. Для создания Общероссийского союза необходимо, чтобы более 50% субъектов Российской Федерации создали такие ассоциации, такие объединения. И только после этого мы можем подать документы на регистрацию Министерства юстиции Российской Федерации. Поэтому я призываю вас, уважаемые коллеги, до конца этого года создать такое объединение. Как оно будет называться? Это на ваше усмотрение. Желаю вам успехов в вашем труде и благополучия. Спасибо.